О новом собственнике Харцизского хлебозавода, обстреле Макеевки и мобильном интернете Республиканского Феникса в кратком обзоре новостей ДНР. В ночь с 23 на 24 марта подверглись обстрелу Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. Разрушены около 10 частных домов, 32 квартиры, здания бывшего детского сада, повреждены газопровод и линии электропередач. Мы сейчас находимся в городе Макеевка, поселок Октябрь, как место называют, или Восточный, улица Индустриальная, за мной находится разрушенный дом, попадание, которое было артиллерийским снарядом, осколки находятся у меня в руках пострадавших трое гражданских, пока на данный момент один мужчина, трое женщины. Это произошло около полвторого ночи, был первый сильный взрыв. Папа сказал мне ложиться на пол, все легли. Потом было около еще, мы слышали пяти взрывов. Ночью слышал, бабахнуло. Я вышел, окно открыли, как шарахнуло, по лесу наторвало, висело кост. Мы пришли к врачу, я говорю, что это вряд ли, 50% будет. Если приживет, то нормально. Если недели не будет, то его ампутируют. Газоснабжение в пострадавших микрорайонах было возобновлено в кратчайшие сроки. К вечеру 24 марта удалось восстановить и электроснабжение четырех трансформаторных подстанций, обесточенных в результате обстрела. Российская группа компаний «Атлант» намерена развивать производство в Донецкой Народной Республике. Восемь хлебозаводов на территории ДНР, в том числе и Харцизский, а также Донецкий майонезный завод, макаронная фабрика и комбинат хлебопродуктов, принадлежавшие компании «Урожай», в декабре прошлого года перешли в собственность российского «Атланта». В планах нового владельца – реорганизация и модернизация производственных мощностей предприятий, запуск и развитие экспортного направления бизнеса. Республиканский оператор сотовой связи «Феникс» планирует завершить работу в тестовом режиме своего мобильного интернета 2G к 1 мая этого года. Мы опять-таки обновили доступ абонентов к интернету 2G. Что надо для того, чтобы подключиться к этому интернету? Все настройки размещены у нас на сайте. «Феникс-днр.ру» Да, по сути, ничего не надо. Зайти на сайт, бить настройки и будет мобильный интернет. Само собой, что у нас сейчас длится бесплатный тестовый период, поскольку, как я уже неоднократно говорил, мы начинаем брать деньги только за ту услугу, которая действительно безукоризненно работает. Пока у нас тест, то есть все могут пробовать пользоваться этим интернетом бесплатно». В планах предприятия до конца года запустить мобильный интернет формата 4G. «Мы все время акцентировали внимание на том, что мы постараемся уйти от этого переходного стандарта 3G и сразу из 2G нырнуть в 4G. Но, безусловно, повторял и повторяю, все это связано со значительными финансовыми вложениями. То есть, когда мы начнем запускать этот проект, ну, пока еще под вопросом, но, с другой стороны, мы четко пообещали, что это будет 2016 год, и действительно рабочее проектирование у нас уже подходит к концу. Как всегда, остался вопрос за малым, где найти денег?